В этом году в Самаре выпало рекордное количество осадков. С начала года более 170% от месячной нормы. Резкие перепады температур и оттепель не дают самарским коммунальщикам расслабиться. Работают в две смены. Глава Самары Олег Фурсов поставил жесткую задачу усилить меры по борьбе со снегом. Уборка города ведется в интенсивном режиме сразу по всем направлениям. В связи с потеплением особое внимание уделяется очистке ливневых канализаций. На тротуарах работает мини-погрузчик Bobcat. Он занимается расчисткой тротуаров. По технологии он скидывает в приладковую часть дороги все. И затем погрузчик зачищается. На очистке городских магистралей ежесуточно работают более 300 машин МП-благоустройства. Кроме того, мобилизована специализированная техника, которая есть в распоряжении других муниципальных предприятий и управляющих компаний. В уборке задействованы погрузчики, мультикары, камазы, многоцелевые машины. Параллельно ведется прочистка городской ливневой канализации, чтобы талый снег не забивал колодцы дождеприемников. Во время оттепеля главная задача – это отвезти воду с проезжей части. Поэтому задействованы службы инженерной системы, обслуживающие ливневку, которые следят за тем, чтобы пропускная способность ливневых коллекторов была рабочепригодной. То есть проливают их горячей водой. И службы дорожно-коммунальные, которые обеспечивают проход сублястной воды до дождеприемников. При такой погоде главное максимально эффективно использовать все ресурсы. Районы администрации, службы благоустройства и управляющие организации координируют графики работ. Ежедневно коммунальщики вывозят из города более 12 тысяч тонн снега. На наиболее проблемных участках дорог ведется аварийный ямочный ремонт. Нынешняя зима с экстремальными перепадами температуры, большим количеством осадков требует от коммунальщиков работы в усиленном режиме и координации всех действий. Скопившийся снег коммунальные службы быстро собирают и вывозят на полигоны, чтобы он не загромождал тротуары и дороги. Андрей Трой, Григорий Плешаков. События. Григорий Плешаков.